всем привет вы на канале шить для себя это удобно сегодня будем шить для себя то есть для себя любимой платье сарафан так он выглядит постаралась нарисовать естественно придумала сама на основании того что мне идет значит юбка будет простая большой колокол платье будет на подкладке хлопкой подкладки шить мы будем этот сарафан платье из батиста вот такого слегка желтоватого оттенка с вышивкой и так как он прозрачный я буду еще использовать вискозу для подъемника и немножко на пояс вот такая ткань значит отрезную по линии талии впереди кокетка вытачка будет переведена в линию кокетки большой вырез сапожковый крой рукава я не помню давала вам и такой вариант или не давала но кроится очень просто и вообще платье несложное как может показаться со стороны спинки на линии талии вот на уровне кокетки будет ниточка резинка вот средний шов у спинки полностью тоже подъемник и карманы в боковых швах как я люблю значит по верху планирую либо нитку резинку посмотрю либо сделаю кулиску и продену шнурочек и вот здесь вот на уровне груди будет открытый такой участок не знаю мне кажется это будет интересно буду барышней крестьянкой с чего мы начинаем начинаем мы как всегда с базовой основу моделировать будем только перед и спинку до линии талии это моя базовая основа как ее строить у меня есть на канале ссылки все находятся под видео можете смотреть строить бог вам помощь значит что мы делаем дальше начинаем с перед на спинке практически ничего делать не придется поэтому начинаем с переда у нас кокетка от талии вверх я моем случае поднимаюсь на 13 сантиметров ставлю засечку и отверху от верха вот отсюда откладываю 24 сантиметра и ставлю засечку теперь по линии бока вверх 5 сантиметров и на спинке и на полочке теперь эти линии соединяю между собой сначала я делаю карандашом а потом ее делаю лекальной линию немножко вот на этом участке делаю изгиб изгиб под грудью здесь более ровно и затем оформлю ее за камерой вот такой округлой формы и кокетку мы тоже на линии там где у нас вытачка закроем я сейчас покажу когда все детали отрежу вот со стороны спинки здесь ничего не будет значит мы сразу можем формировать реглан я отступаю сторону сантиметра 3 и рисую реглан вот в эту точку он тоже будет лекальный вот так разворачиваю смотрю как мне нравится и рисую его практически он такой и получится немножко вот такой формы теперь вы должны померить вот когда бюстгалтер одеваете где у вас находится бюстгалтер и именно от этой точки в моем случае я сделаю где-то сантиметров 5 наверное от линии плеча вот здесь и мы можем с вами нарисовать вырез по спинке моем случае он будет где-то такой значит я спустилась на 10 сантиметров и тоже сейчас за камерой красиво нарисую теперь все эти детали мы отрезаем и нам нужно закрыть вытачку и открыть вытачку вот сюда и также нарисуем реглан на впереди так выглядит моделирование посмотрите со стороны спинки я красным контуром выделила всю нашу спинку и сразу говорю вот здесь вытачка у меня по спине я ее сглаживаю потому что здесь будет резиночка мне нужна свобода через каждый сантиметр будет резиночка это для наглядности вам нарисовала теперь спинку можно отрезать можно отрезать и кокетку сейчас вот что я сейчас и сделаем на кокетке нужно просто напросто вот так сложить просто ровно этой часть идет под грудью и нам не нужно здесь большого расширения пусть именно так она идет закрываем вытачку и скотчем залепляем и теперь можем линию сделать более округлой смотрим как нам нравится и вот начинаем по красным линиям вырезать кокетку можно в процессе пошива менять как вам захочется но смысл остается такой спинку я тоже вырезала вот так она выглядит вот здесь будет кокетку резиночки держать и натягивать на животике и мы сейчас это откладываем переходим непосредственно к вытачки и формирование вот здесь складок берем вырезаем всю нашу деталь и закрываем вытачку при при этом раскрываем сторону вот можем сюда разрезать еще чуть-чуть дальше разрезать по вашему желанию сюда сейчас мы аккуратненько ее закроем и оформим линию груди вот что получилось для удобства я вырезала здесь бумагу и теперь закрываю вытачку и обратите внимание вот здесь нас вытачка раскрывается вот для этого заклеиваем либо скотчем либо бумагой либо клеем карандашом эта часть нам принципе не понадобится мы ее будем отрезать а вот здесь нужно все закрепить вот если бы я сама краевая конечно бы не закрепляла сейчас я просто возьму и наклею вот этот участок сюда вот наклею скотчем раскрываем если кому-то нужно побольше вот эта сборка вы можете сделать ее побольше раскрытием но я больше не хочу недостаточно небольших защипчиков вот так оказалось вытачка небольшая как вы видите у меня хотя размер груди 54 вот сейчас по этой линии можно обвести и отрезать и теперь нам нужно определиться вот здесь вот как у нас идти будет линия по переду я предлагаю вот как вам уже сказала 24 сантиметра так это моя величина вы посмотрите на себе как вам будет удобно вот поднимаю чуть чуть выше вот этой точки один кто строил построение знает буквально на два сантиметра и линию вот так провожу округлую оформляю красным все эта часть нам не нужна нужна только это и нам остается покроить только юбку юб кроить будем сразу на ткани это юбка большой колокол отрезают прошу прощения нужно сначала рука оформите потом будем отрезать значит спускаемся на 4 сантиметра и оформляем линию рукава реглана вот так где-то в эту точку рисую красным просто вот так беру и на глаз вот и теперь уже относительно этого 5 сантиметров как мы и на спинке я оформляю вырез и теперь только могу отрезать что-то я размахнулась вот так опять же вы тоже можете все это исправлять на примерке и вот это будет правильная версия кокетки моего платья вот что получилось вот эта спинка мы отрезали теперь я за штриховой вот этот участок это перед рукава а вот это спинка рукава и вот эти детали нам тоже нужны мы их отрезаем и откладываем для построения рукава а все остальное вот как мы построили так мы будем и использовать я отрезаю я вот здесь для себя вот так вот линии рисую те которые непосредственно относятся чтобы не запутаться и от плавника отрезаю этот участок кусочек который отвалился прикреплю и здесь со стороны спинки тоже вырезаю все это мы будем использовать сейчас построение рукава реглан теперь вот эти отрезанные кусочки которые мы подписывали с вами вот видите это плечо там пятерочка нарисована мы укладываем на беспосадочный рукав абсолютно беспосадочный я его построила поэтому эти кусочки мы прикладываем вот видите точки даже совпадают у меня так и должно быть мы прикрепляем вот сюда скотчем прикрепляем перед и теперь спинку точно также прикрепляем делаем вот так оно не должно здесь ложится просто спокойно вот так вот что у нас получается это перед вот это спинка и теперь вот здесь образовалась вытачка мы должны разрезать по вот этой стороне разрезаем по центру как у меня рукав ложится и теперь закрываем эту вытачку вот получается тот рукав который я хочу теперь я прилепляю непосредственно сюда от этой точки вниз 30 сантиметров длина моего рукава именно от вот этой и получается реглан крылышко его еще можно назвать мне такой рукав очень понравился чуть чуть выше сейчас я подниму вот так раскрывается вытачка в моем случае вашем случае может быть другая мне раскрывается 13 сантиметров а здесь будет еще больше то есть обхват руки увеличивается на 13 сантиметров ориентируйтесь сами прилепляем и вырезаем то есть вот сюда я откладываю ровно 30 сантиметров вот да ровно 30 у меня помещается и вырезаем рукав вот это будет крайняя точка и параллельно этой точке все обводим все части обводим вот так выглядит рукав вот что у нас получилось 30 сантиметров вниз это открывается красивая вытачка вот и оставила я еще в районе сантиметра где-то вот здесь вытачку так как вот это это линия среза горловины плечо вот здесь будет либо резиночка либо веревочка которая уберет в конце концов если не понравится ее всегда можно зашить вытачку ну просто если совсем закрыть получается очень широкая сам рукав широкий ну и теоретически возможно и закрыть и открыть еще больше открывается аж вот сюда но я думаю это будет уже чересчур вот такой крой мы все с вами выполнили так выглядит рукав это спинка вперед и кокетка все детали кроя осталось только покроить юбку для того чтобы покроить юбку вам нужно знать длину переднего полотнища и вам нужно замерить для этого просто взять и замерить этот участок по низу моем случае 27 сантиметров по переду 27 с половиной по переду и по спинке вы тоже замерьте по спинке у меня получилось 28 почти одинаковые можно в принципе сделать одинаково это не страшно и вот эти две величины эта величина будет использоваться для раскроя полотна для спинки а эта величина будет использоваться для раскраивания полотна переда как я вам уже сказала это большой колокол теперь я вам покажу как нужно покроить юбку колокол вот смотрите для этого мы измеряем переднюю часть той середины и спинку у меня здесь 28 получается здесь 27 и 5 я возьму 27 вот и обхватали общей сложности получается 27 и 27 это 54 а здесь 28 и 28 56 я вам покажу пример смотрите эта ткань ширина 150 сантиметров это идет именно ширина значит откладываем от угла складываем пополам ткань и и от угла откладываем вот эта кромка это тоже кромка ну не кромка отрез и каким же радиусом нужно провести вот эту дугу чтобы получить талию вот здесь на вот этом расстоянии искомой величины либо 54 и либо 56 сантиметров для этого мы обхват талии или полуобхват умножаем на коэффициент коэффициент равен 0 64 55 умножаем на 0 64 получается 35 и 2 либо 35 и вот мы откладываем прямо на ткани радиус 35 сантиметров и длина окружности будет именно такая вот эта дуга которую необходимо нам получить вот такая зависимость поэтому если усреднять свои значения и взять значение например 55 то мы получим вот такую юбку длина юбки 85 сюда откладываем сюда 85 и по всем расстояниям точно также отмечаем на ткани и вырезаем юбку таких юбок должно быть 2 хочу из опыта сказать что вот это по косой ткани и здесь ткань сильно просядет поэтому изначально сразу сантиметра на 3 уменьшайте вот этот участок потому что он сильно сильно просядет сюда и сюда не просядет сюда просядет и здесь точно также нужно приподнять талию потому что просядет по косой вот такой принцип укладываем на ткань и вырезаем все детали платье я выкроила вот так будет выглядят детали кроя у детали кокетки есть подкладочная 1 со средним швом по-другому у меня не ложилась все остальные детали без подкладки то есть спинка без подкладки верхняя часть тоже решила без подкладки рукав без подкладки и теперь ну это я напоминаю в какое платье мы шьем на всякий случай для тех кто забыл вот и осталось показать юбку две детали так выкраина большой колокол здесь же я уже отметила на расстоянии 5 6 7 в зависимости у кого рост какой вход в карман самка сами карманы выкроила карманы нравится очень просто всегда показываю руку укладываете и обрисовываете все вот вход карман ну а 12 до 15 я беру максимальный мне так удобно длина моей юбки аж 90 сантиметров я решила сделать платье максим вот и точно так же как я вам показывал на чертеже я выкроила еще подкладку две детали длина мои юбочки 20 сантиметров я решила что этого будет достаточно и у под у карманов одна деталь из подкладки а другая из основной ткани вот это для того чтобы не настрачивать подзор все от линии вот значит вот такие детали кроя начинаем с чего со сборки верха и низа отдельно а потом будем соединять его по линии талии закладываем вытачки стачиваем плечевые примеряем на себя и потом уже шьем забыла сказать что при такой длине юбки как у меня 90 сантиметров уйдет три двадцать три тридцать при ширине где-то метр сорок метр пятьдесят если ваша юбка будет меньше значит перейти меньше но не меньше три двадцати три тридцати метров ткани подкладки потребуется где-то два метра ориентировочно ну где-то метр восемьдесят приступаем к сборке платья я начинаю с притачивания кокетки закладываю по намеченным линиям вытачки или складочки потом укладываю с одной стороны подкладку с другой стороны основную деталь и вот так одной строчкой соединяю таким образом собираю перед то же самое делаю со стороны спинки только здесь дополнительно еще обрабатываю верлаком вот нужно еще проложить по спинке резиночку нитки резинки но перед этим я все-таки хочу присоединить наверное юбку но будет неудобно строчить резинку значит принимаю решение и прокладываю резинку отступаю два сантиметра намечаю линий через каждый один сантиметр или можно на ширину лапки строчить как вам удобно главное чтобы резинка закончилась непосредственно на участке но может быть на один сантиметр выше чем кокетка по переду это желательно на мой взгляд вот что хочу показать вам еще я уже собрала юбку потому что это очень просто сшить два шва так выглядит юбка и уже обработанный карман швы я делаю разутюжку утюг разогревается вот так это выглядит с одной стороны подкладка из основной ткани с другой стороны из подкладочной сейчас разутюжу все швы так выглядит боковой карман точно также с изнаночной стороны с другой стороны так он выглядит с лица вот эти все пометки они убираются утюгом вот ширина расстояние в моем случае 15 сантиметров у меня рука большая мне так удобно вот юбку собрали и не забываем по верху я сразу так когда краю юбки большой колокол или по косой всегда собираю на стабилизирующую ниточку для того чтоб срез не растянулся так как юбку я уже собрала я тоже самое сделала и с нижней юбкой с подкладкой я ее собрала по боковым обработала на верлоке и низ обработала московским швом вот тоненьким швом обработала сразу же подготовилась соединение будет самом конце когда перед я полностью уже обработаю даже рукава пришью последняя строчка будет соединение верха с низом абсолютно уместным считаю вот кокетку по переду которую мы пристрочили одной строчкой отстрочить по краю на 0,1 длину стежка я поставила 3 и по краешку отстрачиваю это делать необязательно по желанию получается вот такая приятная строчка и так проделываю строчку до конца сейчас я буду делать строчку с помощью резинки на резинке было написано 1,6 или 1,7 что-то такое в магазине вот такая нитка резинка которая не наматывается в шпурку а настрачивается по изнанке установила магнитную на расстоянии 2 сантиметра от края сантиметр уйдет шов и вот через сантиметр от шва будет резиночка выпускаю резиночку немножко вперед настраиваю машинку на зигзаг я ставлю девочки сейчас покажу здесь я ставлю у себя 4 я уже пробовала мне понравилось здесь ставлю 4 а здесь по-моему я ставила 3 что-то такое вот если что настройки можно естественно исправить я ставлю девочки сейчас покажу нитиком и сразу настрачиваю значит важно резинку выпустить чуть-чуть вперед зигзаг не должен быть сильно плотный вот я придерживаю резинку тянуть не нужно главное чтобы она попала сам зигзаг и вот так спокойно прокладываю потом резиночку подтяну по своему уже желанию она немножко дает легкое присбаривание но и вот наверняка будет не достать точно ни в коем случае резинка не должна резинка не должна попадать под иглу для удобства вы конечно все можете разметить если у вас есть контрастный ручка карандаш ну как то так это выглядит сейчас я покажу я надеюсь видно вот и потом вторую строчку тоже покажу как буду прокладывать я буду ориентироваться на лапку не буду ничего намечать с лица выглядит тоже симпатично на мой взгляд продолжаю посмотрите вот первую строчку я проложила что получается и еще вот здесь вот я увеличила у себя вот здесь до четырех там четыре там четыре мне показалось так будет лучше часто я не нужно нам просто резиночку нужно закрепить первую строчку проложили теперь убираем магнитик и продолжаем не забываем выпускать вперед резиночку я пробовала на кусочки в изделиях если честно ни разу не использовала такую резинку вот теперь устанавливаю лапку так чтобы она шла по краю резинки вот здесь надеюсь видно вот и точно так же вот резинка не будет ей давать смещаться смотрите чтоб лапочка шла по краю резинки очень удобно не бойтесь девчонки я тоже что-то скептически относилась к этой резинке на самом деле совсем не сложно и ровно строчить тоже не сложно потому что лапка она и идет прям по резинке вот видите вот здесь прям по резинке отлично все получается только чуть-чуть под растягиваете на второй видите какая красота вот что получается смотрите на мой взгляд очень красиво мне кажется он даже собирает на ту толщину ширину как мне нужно и подтягивать резиночку дополнительно за вот эти вот не придется будем смотреть в общем я прокладываю строчечек 5 вот что у меня получилось на строчила я 6 полосочек вот как с лица так с из изнанки но мне очень понравилось совсем не сложно не бойтесь теперь смотрите я сделала столько чтобы вот закончить вот здесь чтобы было красиво здесь войдет шов все замечательно теперь нужно сметать то есть вшить рукава рукава я буду вшивать переднюю часть по этой стороне а заднюю по задней стороне вот а потом вместе весь боковой соединю все очень просто для того чтобы примерить как достаточно ли или недостаточно если мне спинка покажется узкой или широкой я резиночками скорректирую ее можно подтянуть растянуть аккуратненько вот для этого я и дело чуть больше стежок чтобы была возможность резиночку скорректировать беру рукав вот нахожу переднюю часть сверху укладываю перед и вот здесь совмещая все сантиметровым швом я сейчас буду делать на самой большой строчке потому что сейчас это просто сметка на пятерки я буду стачивать чтобы они не сметывать в ручной а на машинке и вот так соединяю рукав для того чтобы все примерить без закрепок вот получается рукав и перед а вот эту часть рукава я сверху укладываю спинку вот сюда сверху спинку и точно также вметываю на крупном стежке повторяю для того чтобы все это примерить совмещаю совмещая все срезы если вы не хотите таким образом сметывать сметывайте вручную мне проще так как разница какую нитку выдергивать вот и после этого после этого нужно сложить по боковому вот боковой шов рукава и тоже получается сметать здесь обязательно нужно соединить с одной стороны можно и закрепить со второй стороны резиночки лучше пока не закреплять вот так соединяем боковой и делаем примерку на этом этапе присоединила и померила и все хорошо получается даже спинку я не подтягивала мне этой свободы достаточно так это выглядит значит пришила рукава по спинке по переду обработала на верлоке и вот прежде чем соединить уже основательно и обработать верлоком я вот смотрите что сделала сначала московским швом край обработала вот а потом на расстоянии двух сантиметров от края проложила одну ниточку подтянула ее по длине руки в моем случае получилось 18 согнутым то есть 36 моя рука 36 и есть вот собрала и у меня получился вот такой эффект померила вроде бы ничего кому нравится можно и широкий манжет но мне достаточно я не хочу широкого манжета усиливать эффект полной руки вот и теперь вот только я соединить могу весь бок и обработать на верлоке теперь касаемо горловины вот очень уж мне понравилось как собирает эта резиночка я решила вот здесь вот обработать аккуратно тоненько косой бейка и по самому-самому краю сделать точно такую же резиночку вырезаю по косой прикрепляю к лицу ткань обворачиваю приутюживаю край чтобы он был такой тоненький а другой краешек подверну и вот именно по этому краю буду пускать резиночку итак для обработки горловины я вырезала полоску по косой где-то два с половиной сантиметров но я ее буду еще подрезать покажу как вот как я соединяю вот этот нижний участок подгибаю сверху заканчиваю вот так теперь сторону отворачиваю и настрачиваю прям в шов как можно ближе к строчке это нужно для того чтобы косая бейка не выворачивалась и вот так по всему кругу аккуратно закрепляю косую бейку вот что получается и я заканчиваю когда строчка подходит к концу ну это я так делаю на самом деле можно делать по разному я захожу на строчку и вот этот участок переворачиваю и закрепляю вот что получается и теперь нам нужно заутюжить все аккуратно и подвернуть поэтому я частично где-то на 5 миллиметров буду обрезать для того чтобы получилось аккуратненько вот такая косая бейка то есть сейчас подрежу еще вокруг на 0,5 точно подрежу и буду заворачивать чтобы не ошибиться с подрезкой я вот что решила я перевернула вот таким удобным образом и теперь аккуратно в сторону отгибаю и сначала настрачиваю вот так а потом уже можно и подрезать этот участок получается тогда ровная окантовочка с этой стороны надо будет только попасть строчку вот такую технологию приход придумала на ходу просто здесь очень удобно ровно уложить строчки аккуратненько и дать вот что получается мне нравится я решила изменить технологию вот заутюжила не хочу на зигзаге настрачивать а хочу резиночку заложить вот под эту бейку сначала так как у меня ее много это не страшно вот так закладываю пальчиками прощупываю на расстоянии где-то 5 миллиметров от края буду следить за тем чтобы резинка мне в шов не попала вот так все время на ее очень хорошо чувствуется вот на специальной лапке которая ограничивает я настрачиваю по всему периметру все время следить нужно обязательно вот и потом подтяну резиночку просто завяжу ее в конце на нужную мне ширину такой совет строчить со стороны изнанки так видней просто поставить лапку я вот так аккуратно резиночку туда заправляем попробовала с лица мне не понравилось так лучше с лица получается останется только приутюжить вот что получилось у нас по горловине я резиночку подтянула вот здесь дырочку зашила вот такая обработка снаружи а вот такая изнутри на мой взгляд очень аккуратно померила мне нравится вот мне кажется именно вот такой способ будет лучше чтобы не было сборки вот здесь на груди чтоб я совсем уж башни крестьянка не была как на рукавах вот так выглядят рукавчики значит резиночку я сейчас покажу вот так узелочек завязала и закрепила вручную чтоб он не развязался осталось обрезать все ниточки вот все перед у нас готов и мы его теперь пытались соединяем с двумя юбками с юбкой нижней и верхней вот и потом определяю за длиной подшиваю низ платья и платье готово перед тем как соединить с лифом я выпускаю нижнюю часть подкладки юбки то есть я складываю изнанкой к изнанке чтобы здесь лицо и здесь лицо было с двух сторон лицо теперь стараюсь строчить ту же строчку стабилизирующую а здесь выпускаю где-то сантиметр для чего это я буду делать для того чтобы потом обогнуть и настрочить чтобы был чистый край чтобы мы я не использовала потом оверлок я так себе вижу обработку значит для этого соединяем выпускаем где-то сантиметр есть возможность выпустить полтора выпустите полтора вот и соединяю строчу я по верхней чтобы было видно мне что я выпускаю как вы видите и на нижней и на верхней у меня стабилизирующие строчки практически я совмещаю срез верха со стабилизирующей строчкой нижней юбки и поэтому мне очень удобно на них ориентироваться и так я это делаю по всему кругу ну а теперь вот перед юбки я на него лицо с лицом укладываю перед верха и скалываю по всем контрольным точкам боковые обязательно должны совпасть если не совпадает юбочку при посаживаем слегка находим сначала боковые все уравниваем чтобы шевчик в шевчик совпадало все проверяем все контролируем вот и вметываем точно так же по краю вметываем выпуская естественно вот этот край а потом этот край подогнется и вот так на строчится будет чистый краешек и вот теперь скалов детали между собой вот середину совмещаем середины со стороны спинки спинку растягиваем аккуратненько сантиметровым швом вшиваем а вот это выходит вперед вот серединка с серединкой должна совпасть и так по всему кругу натягиваем а спереди не будет резинки там проще вшивать вот мы притачали у нас образовывается вверх вот такой припуск и мы должны его отогнуть вовнутрь и заколоть можно сразу настрачивать поверху можно сначала припуск пришить а потом отвернуть и настрочить как удобно вам под машинкой я показывать не буду смысл должен быть понятен слишком большое платье переворачивать под машинкой и аккуратно строчить вот так что вот такая идея еще можно использовать прозрачные нитки которых будет не видно они как мононить как лесочка сначала вот пришиваем практически в край строчки не видно потом отворачиваем и настрочиваем поверху так тоже можно по линии талии настрочили вот как это выглядит очень симпатично со стороны спинки вот я считаю что хорошо теперь я хочу рассказать вам о низе низ так как юбка моя 90 сантиметров 4 сантиметра я буду делать подгибку я хочу чтобы окантовка была более тяжелая чтобы юбка проседала для этого я край обработала верлаком устанавливаю свой любимый магнитик на расстоянии 4 сантиметра и на самой частом стежке вот 5 миллиметров начинаю давать строчку просто параллельно низу это строчка будет служить ориентиром для заутюжки и сразу еще вам скажу чтобы не отвлекаться не показывать просто как я строчу как я ровно умею строчить и еще я параллельно оверлаку тоже дам такую же строчку для того чтобы краешек слегка стянуть при заутюжке то есть я даю сейчас две строчки одна параллельно 4 сантиметра и вторая где-то рядом с оверлаком я продолжаю шить после того как мы проложили вот строчку на расстоянии 4 сантиметров и вот эту строчку верхнюю я подтянула и теперь относительно первой заутюживаем а второй подтягиваем образуется очень красивый радиус и ровный край если фалды образуются значит берете ниточку немножко и подтягиваете по вот этой стороне вот так получается смотрите вот здесь я еще не сделала вот так это выглядит смотрите вот я укладываю аккуратно и начинаю приутюживать здесь слегка растягиваю створочку слишком много собрала и получается широкая красивая подгибка как-то так девчонки и теперь мне нужно будет отвернуть на лицо и по лицу дать красивую строчку шириной 4 сантиметра с помощью магнитика конечно же платье мое готово давайте рассматривать изнутри вот так оно выглядит внутри видите нет никакого верлака это резиночка вот подкладка обработана московским швом низ платья вот с широкой подгибкой я тоже вам уже показала как это выглядит смотрите вот так ну и давайте сразу рукава попались мне так выглядят рукавчики на лицо выворачиваем со стороны резинки на лицо платьица так горловинка выглядит ну в принципе все вот эти строчки тоже подстрочила с лица смотрится в район линии талии ну в принципе теперь одену на манекен и покажу как оно выглядит на манекене и так демонстрирую свое платье так оно выглядит сейчас поднесу вблизи покажу вот здесь в боковых карманах в боковых швах карманы по линии талии это рукавчик так горловинка смотрится ну и сейчас спинку покажу вам смотрите как резиночка аккуратно смотрится на мой взгляд замечательное платье получилось и кому нравится комментируйте ставьте лайки нажимайте на колокольчик и вы первыми узнаете о всех новинках которые выходят на моем канале не бойтесь шейте у вас обязательно все получится я точно знаю это 知道 а это и кое